Встреча с налоговыми инспекторами в рамках недели финансовой грамотности прошла на экономическом факультете Брестского государственного технического университета. Приглашенными слушателями стали студенты вторых и третьих курсов специальности финансы и кредиты, бухгалтерский учет, анализ и аудит. Они же будущие специалисты, которым по специфике профессии придется неоднократно столкнуться с финансами и сопутствующими документами. Экономический факультет придерживается политики тесного взаимодействия с предприятиями-заказчиками кадров. В связи с тем, что у нас много специальностей разноплановых, которые касаются и управления, и экономики, финансов, бухгалтерского учета, соответственно и наши предприятия-заказчики кадров тоже из этих сфер. Очень тесное сотрудничество мы осуществляем с инспекцией по налогам и сборам. Это и Московский район, и Ленинский, и Брестский район. Ежегодно к нам приходят представители инспекции для беседы со студентами. Они не только нам рассказывают какие-то профессиональные новости, но в то же время они потихоньку подбирают себе кадры. Кроме того, у нас очень хорошая традиция – это экскурсии, это один день на рабочем месте. То есть наши студенты могут побыть в роли налоговых консультантов или инспекторов налоговых служб. Представители налоговых органов рассказали студентам о порядке налогообложения доходов физических лиц, разъяснили особенности налогообложения организаций, самозанятых, а также обратили внимание слушателей на будущие изменения в порядке регистрации индивидуальных предпринимателей, которые вступят в силу с 1 октября 2024 года. Традиционно сегодня встречи проходят в нашем учреждении образования в Белевском государственном техническом университете с тематикой «Налоговая финансовая грамотность». Это традиция, она уже длится более 10 лет, и мы из года в год приезжаем, как правило, к выпускникам уже на последних курсах студентам, где проводим такие мероприятия. Ну, конечно же, цель, она прежде всего достучаться до студентов, потому что это наше подрастающее поколение, потому что на них мы возлагаем большие надежды. От того, как они будут знать именно уплату налогов, в том числе уплату налогообложения в нашем государстве, ну, от этого будет зависеть наш бюджет и, естественно, процветание нашей страны. Инспекторы также подробно остановились на деятельности налоговой службы, а также на возможностях прохождения практики и поступления на государственную службу в налоговые органы. А юноша и девушки с удовольствием задавали интересующие вопросы. Рассказать, что за служба налогового органа, требования к лицам, поступающим в данную службу, чтобы будущие выпускники понимали, может быть, кого-то заинтересуем, мы надеемся, что мы заинтересуем все-таки службе в налоговых органах, каковы требования у нас, ну и в целом престиж. Для того, чтобы быть главным государственным налоговым инспектором, в первую очередь нужно быть с высшим образованием, с высшим экономическим образованием. И желание, самое главное желание для того, чтобы развиваться, расти. Сегодня на встрече нам рассказали о налогах, о том, какие существуют налоги, что необходимо для того, чтобы зарегистрировать ИП, организацию, и куда нужно идти в случае возникновения каких-то вопросов, проблем. Такие встречи полезны для молодежи, они помогают не только определиться с будущей профессией, но и разобраться в нюансах законодательства своей страны. Материна Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Чистая налога обнаживания.